Доброго времени суток, дорогие друзья, слушатели и читатели ресурсов Ящика Ответов. Сегодня вашему вниманию мы предлагаем разбор статьи из публикации за февраль месяц 2023 года. Тема статьи «Сохраняйте здравомыслие, будьте бдительны». Статья изучается недели с 17 по 23 апреля 2023 года и основана на стихе из 1 Петра 5.8 «Сохраняйте здравомыслие, будьте бдительны». Цитата из перевода «Нового мира». Данная статья в целом полезная. В нашем разборе есть отличия лишь в понимании, для чего надо изучать пророчества, но кто предпочитает оригинал, тот легко сможет найти его и прочесть на официальном сайте, или прослушать на встречах собраний. И тексты, если не указаны иначе, мы, как обычно, будем приводить из Синодальной Библии. В Синодальной Библии 1 Петра 5 глава 8 стих переводится как «трезвитесь и бодрствуйте». Нетрезвый человек не может мыслить здраво, с умением делать правильные выводы, наблюдая за происходящим, и извлекать из этого пользу для себя. К примеру, если он видит идущий на него трамвай, нетрезвость не сигналит ему об опасности для жизни. А вот трезвомыслящий сразу сообразит, что надвигается опасность, поэтому надо сойти с рельс и держаться от них подальше. Христиане тоже должны трезво мыслить и бодрствовать, то есть внимательно следить за происходящим в свете Библии и учиться делать правильные выводы. Зачем это нужно? В первом веке нашей эры, например, это нужно было христианам для того, чтобы не прозевать признаки приближения опасности, предсказанные Иисусом Христом. И, заметив войска язычников Рима, вовремя убежать из Иерусалима в спасительные горы. В Матфея 24 главе 3 стихе христианами того времени как раз и сформулирован правильный вопрос для того, чтобы ориентироваться в событиях того времени. А зачем трезво мыслить и бодрствовать над происходящим сегодня, если, во-первых, Армагеддон, связанный со вторым пришествием Христа, затронет всю землю, и для спасения истинным христианам в буквальные горы убегать не придется. Во-вторых, так как сегодня Иисус напрямую не объясняет пророчества, и, поскольку слова семи громов скрыты от людей, это значит, не стоит думать, что все пророчества будут понятны до конца и на сто процентов. В толковании онных возможны ошибки. Можете прочесть откровение 10 главу 3 и 4 стихи. А если бодрствовать над ожиданием неправильно определенных событий, разочарование и ломка веры неизбежны. Пример тому, ломка веры многих служителей Говы, когда они не дождались вознесения на небо ни в 1914 году, ни в 1925, ни в 1975. Так зачем же изучать пророчества и бодрствовать над происходящим в ожидании их исполнения? Сегодня ответим на этот вопрос и выясним, как не утратить здравомыслие, если что-то из предсказанного и ожидаемого нами пошло не так. Под заголовок «Сохраняйте здравомыслие, наблюдая за событиями в мире». Итак, почему нам нужно интересоваться тем, как события в мире связаны с исполнением библейских пророчеств? Во-первых, потому что Иегова и Иисус Христос ненапрасно перечислили много признаков приближения конца этого века. Они ожидают, что мы будем ценить их труд и внимательно изучать все их предостережения. Даже если мы что-то поймем неправильно, Иегова будет рад нашему интересу к духовному и желанию докопаться до истины. Об этом можно узнать из притча 23 главы 15, Матфея 5 главы 6 и Римлянам 14 главы 5 стихов. Во-вторых, изучение библейских пророчеств поможет нам отличать, чего ожидать, а что толкователи придумывают сами, не опираясь на Библию. Например, если новости в мире сообщают, что предсказания о гибели Земли от астероида или потопа начинают исполняться, мы не поддадимся всеобщей панике, так как точно знаем, что эти пророчества не библейские. В-третьих, изучение описания библейских пророчеств формирует нашу веру и надежду на основании слова Бога. Поэтому, даже если какие-то из пророчеств покажутся нам тяжкими, или если что-то пойдет не так, как мы ожидали, мы, как и Аввакум, сохраним здравомыслие. То есть, мы не разочаруемся и продолжим радоваться служению Иегове, так как будем уверены в исполнении каждого библейского пророчества, понимая, что Иегова – хозяин методов и сроков, и ему виднее, что предсказать и когда это исполнять. Открываем Аввакума 2 главу 3 и 3 главу 16 по 19 стихи. О перенесении сроков мы говорили в видео 4.36. Можете посмотреть. Итак, изучая пророчества Библии, ожидаемые в конце этого века, мы сможем укреплять свое доверие Иегове и сохранять здравомыслие до конца, несмотря на трудности. Покажем пример разного толкования событий, ожидаемых в связи со вторым приходом Христа. Напомним их из видео 1.49а. Второе пришествие ожидается тогда, когда совпадут во времени четыре условия. Первое условие. В мире будет действовать поклонение Иегове с внешним и внутренним духовными дворами, помазанниками и земными служителями Иеговы, согласно Откровению 11 главы 1 и 2 стихов. Второе условие. В народе Иеговы проявится беззаконник, согласно пророчеству из 2-го в Салоникийцам 2 главы с 1 по 4. Третье условие. Последний царь Северный начнет теснить народ Иеговы в своих владениях, развяжет захватническую войну и спровоцирует второе горе с гибелью множества людей. Согласно пророчествам из Данила 7 главы 25, 11 главы 45 и Откровения 9 главы с 18 по 21 стихи. В-четвертых, в народе Иеговы появятся два последних пророка, согласно пророчеству из Откровения 11 главы с 3 по 6 стихи. Если какие-то из этих событий наблюдаются при вашей жизни, это поможет укрепить доверие Слову Иеговы еще больше. Значит, второе пришествие Христа близко, при дверях. Останется дождаться обновленного духовного питания для всего народа Иеговы и претерпеть до конца ухудшающиеся условия в уверенности, что Иегова не даст испытаний сверх наших сил, но непременно поможет сохранить Ему верность до самой смерти. Основаны эти аргументы на текстах из 1 Коринфянам 10 главы 13, Откровения 11 главы с 15 по 18, 12 главы 14 и 14 главы 13 стихов. Руководящий Совет показывает другие признаки приближения Иисуса Христа, такие как объявление в ООН мира и безопасности, закрытие ложных религий, нападение коалиции правителей на свидетелей Иеговы по всему миру и Армагеддон, через который все свидетели Иеговы пройдут живыми, а последние пророки, как и их убийство с воскресением, в обществе сторожевой башни наблюдались в 1918 году, когда Рутерфорд был посажен в тюрьму, а после за 10 тысяч долларов выпущен оттуда. Подробно мы показали предсказания руководящего совета в разборе сторожевой башни от 15 сентября 2019 года на неделе с 9 по 15 декабря 2019 года. Ссылка на этот разбор находится в правом верхнем углу экрана. Какие события будете ожидать вы? Только тщательное изучение Библии поможет вам определиться с этим. По принципу издеяния 17 главы 11 стиха «Доверяй, но проверяй». Подзаголовок «Что значит следить за собой?» Наблюдая за исполнением библейских пророчеств, приближающих конец этого века, мы должны наблюдать и за собой, чтобы поступать не как глупые, а как разумные. Ведь дьявол постоянно пытается ввести нас от Иеговы. Поэтому нужно наблюдать не только за событиями, но и за тем, какие опасности угрожают нашим отношениям с Богом. Это поможет вовремя увидеть опасность, избежать ее и сохранить себя в Божьей любви, следуя советам из Луки 21 главы с 32 по 34, притчи 22 главы 3 и Иуды 20 и 21 стихи. К сожалению, в Библии нет полного списка опасностей, которые угрожают нашим отношениям с Иеговой. Зачастую нам приходится принимать решения по вопросам, которые напрямую не обсуждаются в Слове Бога. Чтобы сделать мудрый выбор, нам нужно понимать, в чем заключается для нас воля Иеговы. Чем лучше мы, исследуя Библию, понимаем волю Иеговы и развиваем ум Христа, тем больше вероятность того, что мы будем поступать как мудрые, даже если не найдем конкретные правила на каждый случай жизни, как об этом говорится в 1 Коринфянам 2 главе с 14 по 16 стихи. Какие опасности нас поджидает? Некоторые из них увидеть легко, другие же распознать не так просто. Например, флирт, развлечения с элементами насилия, злоупотребление алкоголем, переедание, оскорбительная речь, просмотр порнографии и так далее – это явно различимые опасности. Другие менее различимы, но тоже распознаваемы. Например, в нас может попасть семя зависти, жадности, нечестности, ненависти, высокомерия и обидчивости. Более полный список отрицательных качеств описан в Галатам 5 главе с 19 по 21 стихи. Когда эти чувства только появляются, они могут казаться не столь опасными. Но если сразу не вырвать эти ядовитые ростки, они вырастут и беды не избежать. Текст Изакова 1 главы 14-15 показывает причину и следствие такого негативного появления. А из скрытых опасностей можно назвать например эту близкое общение с теми, кто не поклоняется Иегове. Те, с кем мы проводим время, оказывают на нас сильное влияние. Недаром же есть поговорка «С кем поведешься, от того и наберешься». Если общаться с теми, кто любит Иегову и праведность, это для нас полезно, а дружба с теми, кто не любит Иегову, неизбежно испортит нас, как это хорошо известно всем христианам из 1 Коринфянам 15 главы 33 стиха. Поэтому, хотя мы желаем быть добрыми и проявлять уважение ко всем, однако, важно помнить слова Иисуса и следить за собой. Тогда мы сможем вовремя увидеть опасность и будем держаться от нее подальше. Подзаголовок «Используйте время наилучшим образом». Когда ученики узнали о грядущем разрушении храма в Иерусалиме, они, наблюдая за исполнением признаков приближения этих событий, не должны были сидеть сложа руки. «Иисус дал им задание идти и проповедовать радостную весть в Иерусалиме, во всей Иудее, Самарии и по всей земле». Это нам известно из Деяния первой главы с шестого по восьмой стихи. «Поэтому они не томили себя ожиданием впустую, они были заняты исполнением поручения Христа, используя время, оставшееся до разрушения храма, лучшим образом». То же самое стоит делать и нам, кто ожидает завершения этой системы вещей. Мы тоже не должны сидеть, сложа руки и томиться ожиданием Царства Бога. Время в каждом дне идет быстро. Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки полежишь и день незаметно пролетел, а духовная бедность при таком распорядке дня неизбежна. К тому же мы все находимся во власти времени и случая, и наша жизнь может неожиданно оборваться в любой момент. Констатация этого факта записана в Экклесиасте 9 главе 11 стихе. Поэтому нам, служителям Иеговы, нужно дорожить каждым днем, используя время наилучшим образом, а именно для продвижения интересов Иеговы на земле. В этом поможет планирование, включая в планы молитвы, личное изучение Библии, беседы с людьми о Боге и о Библии, подготовку к встречам собрания, участие во встречах собрания, просмотр учебных видео на официальном сайте и ежедневный анализ прошедшего дня, чтобы понимать, в чем нам нужно еще улучшаться и к чему стремиться завтра, если мы что-то не успели сегодня. Если мы так и поступаем, то незачем беспокоиться о грядущих трудностях, даже если мы, искренне пытаясь что-то понять из Библии, еще не до конца это понимаем. труд наш в интересах Иеговы не будет тщетным согласно текстам из Псалма 102-14 1 Коринфянам 15 главы 58 и филиппийцам 3 главы 15 ведь он знает и наши немощи и наши старания чего и себе и всем вам дорогие друзья слушатели и читатели искренне желаем. В конце как всегда сообщаем что только что прозвучавший материал вы сможете найти в текстовом варианте ссылка на него находится в описании к этому видеоролику материал был подготовлен свидетелем Иеговы сайта ящик ответов спасибо за внимание сайта сайта и сайта